В плане профилактики я уже говорил про лечение, что 70% это тот большой вклад в профилактические мероприятия, потому что эти пациенты становятся абсолютно безопасны для своих партнеров, абсолютно безопасны для других лиц, то есть при правильном лечении. И сейчас доступность лечения, доступность лечения, которая она обеспечена, она безусловно влияет позитивно, и многие пациенты, узнавая о своем ВИЧ-статусе, сразу берутся на лечение, то есть с недавних пор и в нашем центре, в принципе уже в стране изменено, что мы не по клиническим данным, вот пациент узнал о том, что у него ВИЧ, он не брошен, мы его забираем в центр, с ним работают психологи, социологи, ему сразу назначается лечение. То есть, и соответственно, пациент не чувствует себя брошенным, это очень важно и ценно для нас. Пациент находится в нашем окружении, и мы ему поясняем, что ВИЧ-инфекция это хроническое заболевание, это уже не смертельное. ВИЧ-инфекция при правильном лечении не умирает от СПИДа, как это происходило в 90-е годы, когда и терапии не было, и когда появлялась, ну только появлялась терапия, когда она была практически доступна. Сейчас терапия доступна, это очень, опять же, хорошо. По эпид-ситуации. Эпид-ситуация у нас стабильна. Третий год подряд мы идем на снижение. Первый минус в приросте. То есть, у нас в медицине все наоборот. То есть, минус это хорошо, плюс это плохо. Вот первый минус 0,2% мы увидели в 17-м году. Минус, прирост минус 10, господи, и 8, по-моему, 10,4% в 18-м году. И за 10 месяцев этого года минус 9,3% прирост ВИЧ-инфекция.